За первые полугодия активы открытого акционерного общества Кыргызалтын выросли на около 6 миллиардов 300 миллионов сомов и превысили объем в 95,5 миллиардов сомов, рассказал зампредседатель управления Наренбек Сатабалдеев. За рассматриваемый период доход компании составил 53 миллиарда 270 миллионов 761 тысяча сомов, при ожидаемом плане 40 миллиардов 884 тысяча сомов. Другими словами, обеспеченный рост дохода дополнительно на 12 миллиардов 385 миллионов 991 тысяча сомов. Чистая прибыль Кыргызалтына по итогам первого полугодия составила 3 миллиарда 459 миллионов 569 тысяч 100 сомов. Дополнительно получена прибыль на сумму 530 миллионов 260 тысяч 200 сомов. Как сообщил Сатабалдеев, реализация драгметаллов с начала года превысила 48 миллиардов сомов. Товарное золото компания продает к обмину в лице Департамента драгоценных металлов и Национальному банку. С апреля этого года впервые в истории Кыргызалтын начал самостоятельные продажи золотых и серебряных слитков по цене фиксинга на лондонской бирже драгоценных металлов, то есть по максимально высокой мировой цене без скидки. Мировые цены на золото показывают устойчивый рост. Положительная тенденция на рынке золота дает Кыргызалтыну возможность заниматься переоценкой отработки некондиционных в предыдущие периоды руд, вторичная переработка отходов лежалых хвостов на наших традиционных объектах. Это Махмал, это Солтансаре и Терексай. Речь идет об общем потенциале на этих объектах не менее 15 тонн золота на сегодня. Раньше эти 15 тонн золота было нерентабельно добывать. Сегодня мы видим, что экономически эффективно можно эти металлы добыть и получить дополнительное товарное золото. Кроме того, как сообщил Садобалдеев, Кыргызалтын получил 15 лицензий на ведение геолого-разведочных работ и на разработку месторождений полезных ископаемых. По его словам, это стало возможным благодаря реформам недропользований, согласно которым компаниям с госдолией 50% и более лицензии будут выдаваться без обязательного проведения конкурса или аукциона. Это крупная заль золота Инкуртаж, это участки Инкуртаж, Харатебе, Саратебе, с запасами металла 86 тонн. Это участок Ташпулах, комплексного месторождения Хызломпол, буквально мы вчера получили лицензию. Это месторождение Тирек и Каракала, золото и меди, это золото Чакхуш, месторождение золота и полиметаллов Мироновская, месторождение кварцетов Баладжан, кварца Чикчей и угля Мингтеге. В августе Кыргызалтыном запланированы два мероприятия. Это запуск завода по выпуску золотых мерных слитков в Карабалте и добыча первых тонн руды на месторождении Мироновская. Запуск завода в Карабалте станет частью мероприятий, приуроченных к столетию образования Кыргызской автономной области, в рамках которых запланирован ввод в эксплуатацию 100 промышленных объектов по стране. Кроме того, активизируется работа Карабалтинского горнорудного комбината. Начинается также комплексное освоение групп металлов и минералов Кызломпольского месторождения. Блотый Савчингис Джумагулов, Аллато 24.